Аликс Найт «Потрудитесь объяснить, что все это значит!» — прорычала я сквозь стиснутые зубы на зависть всем драконам Академии. Ректор невозмутимо повел плечом, продолжая с довольной улыбкой на лице, рассматривать рисунок брачной татуировки на своем запястье. Точно такая же буквально минуту назад украсила и мою ручку, но я не стремилась ее рассматривать. Мне было жизненно важно... Нет, дракону было жизненно важно избавить нас от этого досадного украшения. Иначе я за себя не ручаюсь. «Я жду объяснений, лорд-ректор!» — скрестила руки на груди и нетерпеливо притупнула ногой. Насколько я помню, объяснения уже прозвучали. «Я отказалась от этой аферы. Какое-то рычательное настроение. Может и зубки с коготками поточить об одного чешуйчатого». «Почему же сразу афера?» — нахмурился мужчина, изобразив возмущение. «Именно что изобразив?» — соблазнительные губы засранца дергались в победной улыбке. «Так и захотелось разукрасить самодовольное лицо лорда-ректора свежими царапинами. Но демонова стройка оставила меня без ногтей. И не только. Еще и без свободы. Ведь меня только что обраслетили. Вы попросили помочь с вашей матушкой. Я отказалась. Разговор исчерпан. Снимайте». Требовательно вытянула руку вперед, но мужчина даже бровью не повел. «Я привел несокрушимый контр-аргумент», — заявил он белозубо, улыбнувшись. «Надо сказать, впервые с начала нашего не самого приятного знакомства он мне так светло улыбался. Я даже опешила на мгновение. «Какой еще контр-аргумент?» «Он украшает вашу ручку, Мишель». «Вы про браслет? Это не аргумент. Это... это незаконное...» Запнулась, когда густые брови дракона взлетели вверх в насмешливом выражении. «Не... не санкционированное покушение на мою честь и достоинство. Вот». «Я его санкционировал. Не переживайте», — заявил этот непробиваемый тип, поправив лацканы строгого пиджака. «А на вашу честь и достоинство я не покушаюсь. Иначе бы временная помолвка стала настоящим вступлением в брак». «И точно. Ведь у драконов все просто. Надел браслет, помолвлен. Вступил в интимную связь в браслете, женат. Поэтому на кого попало, они свои родовые украшения не надевают». «О, святой Антракс! Почему я?» «Все просто. Вы самая ужасная из возможных невест. Моя матушка будет в неописуемом...» Рубиновый хитро улыбнулся. «В восторге». «Так и вы не подарок. Вот бедная женщина и ищет умелые ручки, которые согласятся принять», — описала его фигуру руками в воздухе. «Ваше ужасное великолепие таким, какой вы есть». Теперь дракон на мгновение приоткрыл рот в выражении почти искреннего возмущения. «Вот не надо этого театра. Будто вы сами, лорд Бастиан, не в курсе, какой на самом деле гад засранец заноза в заднице и прочее. Да если бы не он, я бы ни за что не узнала, как замешивается магический цемент. И дальше бы не знала». «Мишель, расслабьтесь. Я не прошу о чем-то сверхъестественном». «Вы не просите», — пропела, перебивая, но мужчина лишь махнул рукой. «Я прошу оказать мне дружескую. И мы не друзья», — протянула, на что дракон только фыркнул. «Я бы не обратился к вам, если бы не был доведен окончательно моей несравненной и горячо любимой матушкой. И что вы решили ей доказать?» «Что если она настаивает, я женюсь на первой встречной». «Пх-х-х, на это я не нашлась, что ответить». Нервно передернув плечами, я начала вышагивать вдоль письменного стола лорда ректора. «Кто знает этого солдафона, может реально жениться доведенной родственницей. А мне же с этим жить? Точнее, с ним». «Не для того я уходила из семьи и столько лет берегла свою честь, чтобы отдать ее этому отмороженному дракону. Как бы великолепно от него ни пахло». «И без сомнения, ваша помощь будет оценена по достоинству, соразмерно вложенным в общее предприятие усилием». «Деньги мне предлагаете». Теперь уже я насмешливо приподняла бровь. Но в мозгу загорелась идея. Точнее, вспыхнула только что рожденная мечта. Довольно улыбнувшись, я приостановила свои метания по кабинету и обернулась к напрягшемуся лорду ректору. «Нет уж, это будет стоить вам дороже. Получается, я должна изобразить для вашей матушки худшую невесту из всех возможных». «Вам просто нужно оставаться собой», — сразу возразил этот невыносимый тип. А моя улыбка превратилась в оскал. «Старания могут все испортить. Значит, я должна напугать вашу матушку. И как только она унесется из столицы с обещанием больше не подыскивать вам невест, я получу свободу от браслета и награду. Все верно? Ничего не забыла?» «Все верно», — благосклонно кивнул дракон, мельком взглянув на часы, которые начали тихо отбивать начало шестого часа вечера. «Демоны, мой цемент скоро будет готов, а я тут...» «Вдруг обраслетилась». «Родовая книга заклинаний рубиновых драконов». «Что?» Охренные глаза расширились в выражении изумления. «Это моя плата». «Да кто же вам отдаст родовую книгу?» «Так я и не прошу ее мне отдать». «Так, заглянуть одним глазком на пару деньков». «Для копирования». В глубине души я громко захихикала и начала танцевать победный танец. «Слишком большая плата за короткий цирк». «Теперь дракон рычал, а я довольно улыбалась». «Другой не приму, а будете артачиться, уже вам придется оберегать свою честь и достоинство от меня, чтобы вдруг не залететь в супружескую жизнь». «С кем я связался?» «Пробормотал он, неопределенно мотнув головой». «Дорогой», — послышался из приемной незнакомый женский голос. «Мама», — страдальчески провел Бастиан. «Как всегда, не вовремя». «Вы еще можете передумать», — протянула руку вперед и даже обрадовалась, когда он потянулся к ней. Но мои ожидания не оправдались. Его ладонь замкнулась стальным захватом на моей. Рывок, следом удара твердую грудь. Не успела я даже пикнуть, как он обнял меня, и поцеловал, превращая совершенно неприличное ругательство в неопределенное мычание. «Дорогой», — позвала моего внезапного жениха-матушка, послышался звук открываемой двери. «Почему элементали бастуют?» «Ой!» Губы дракона на моих губах искривились в подобии улыбки. Радовался гад. А вот мне как-то стало грустно. И как же я фундамент залью, если элементали снова бастуют? Глава первая. Неделю назад. Мишель. «Где деньги?» Поразвенел на всю небольшую комнату громовой голос орка, стоило мне пересечь порог. Я сбилась с шага, приоткрыв рот от неожиданности. Теплое приветствие. Ничего не скажешь. Ричард Чичвиль, приземистый пучеглазый полуорк, как обычно, восседал за своим письменным столом, заваленным бумагами в перемешку с едой. Белую рубашку и нелепый широкий галстук уже украсили следы жира, как и пухлые щечки мужчины. Здравствуй, Риччи. И я рада тебя видеть. Широко улыбнулась. И, захлопнув за собой дверь, прошла к письменному столу. Пространство комнаты занимали стеллажи с бумагами, различным антиквариатом и магическими артефактами. Пахло жареным мясом и цветочным апельсиновым ароматом, доносившимся из открытых насти шокон. Как твои дела, дорогой друг? Под недовольным взглядом полуорка протерла стул платочком и села, закинув ногу на ногу. Ты мне зубы не заговаривай и глазки не строй, проворчал он, но мимолетно поправил сальный ирокес на голове. Ты меня крупно кинула, Мишель. Кинула нас природа, отмахнулась я. На самом деле, бедняге Ричиру было на что злиться. Месяц назад я с собранной им группой отправилась в найденный мной курган родичи, предков нынешних драконов. Но кто-то активировал скрытую ловушку. Произошло землетрясение. Так что нам пришлось уносить ноги, чтобы не быть захороненными вместе с древними ящерами. Природа? Ты мне что напевала? Прибыльное дельце, антиквариат, ценности многовековой давности, древние знания. А что я получил? Полуразрушенную гору и кучу щитов за потерянное оборудование. Сама-то ты достала, что искала. С чего ты взял? Мне сообщили, что ты успела скопировать скрижали. Полург ударил по столешнице внушительным кулаком, отчего яблоко скатилось по нему и упало точно в мою подставленную ладонь. Насколько помню, в контракте четко оговорено, в чем цель моих поисков. Найденными книгами не делюсь. Теперь и в моем голосе появилась злость. У каждого существа в нашем необъятном мире есть хобби. Страсть к чему-то. Драконы веками собирают выбранную ими коллекцию, свои сокровища. В принципе, как и представители других рас. Моя же страсть — книги. Только не простые, а редкие, магические. Сложная коллекция. Но потому только интересно ее собирать. — Я не требую твоей книги. Мне нужно возмещение моих убытков. Прохрюкал он чуть сдержаннее, чем прежде. Знал, что на мою коллекцию лучше не покушаться. Покусаю. Вообще до обвала мы много чего нашли. По шерсти карманы рабочих. Я быстро сменила гнев на милость и сосредоточилась на яблоке. Пара пасов пальцами, и оно засияло чистотой. — Об этом я не знал. — Выясню. Черные глазки полуорка посмотрели на меня с укором. Тяжело вздохнув, я запустила руку в мешок на поясе и вытянула из него новенький на вид кинжал. — Лови! Бросило оружие мужчине, и он ловко поймал его. Ведь, несмотря на свою кажущуюся неповоротливость, был отличным мечником. — Что это? Он прищурился. Потом же взгляд орка загорелся. — Артефакт родичей! Ведь он! Ведь он! — Он! — не стало томить. Далекие предки были искусны во многих вещах, особенно в магии. Большинство их техник считались потерянными, а некоторые — невозможными в современном мире. Именно поэтому созданные ими вещи ценились особенно дорого. Этот кинжал стоил целое состояние. В ином случае я бы предпочла выплатить орку компенсацию. Тем более с деньгами проблем не было, благодаря нескольким находкам вроде этого кинжала. Но я не желала портить сложившиеся деловые отношения. Это раз. И мне нужна его помощь. Это два. Кинжал создан родом стальных. Очень древний. Без магической начинки. Но все равно ты сможешь его продать за большие деньги. Мишель. Плорк весело рассмеялся. Признавайся, что тебе надо. Я слышала, что в Академии Драконов недавно произошел взрыв. Пропал ректор. И там царит ужасная разруха. Начала издалека. Хочешь попасть в Академию? Хочу получить доступ в библиотеку Академии. Шально улыбнулась. Ведь такой удачный момент выпадает редко. Грех им не воспользоваться. Слышал, слышал. Нахмурился Ричард. И уже по блеску глаз плорко я поняла, что не зря к нему зашла. Мутное дело на самом деле, Мишелька. Я бы на твоем месте туда не лез. Пока драконы не разберутся. А что конкретно случилось? Ходят только слухи и ничего конкретного. Слова звучали невнятно, потому что я активно поглощала сочное яблоко. И еще бы в газеты пропустили новость о том, что главная Академия страны взорвалась. Хохотнул плорк и отодвинулся на стуле, чтобы открыть ящик стола и извлечь из него пузатую бутыль с грогом. Будешь? Не пью. Мягко улыбнулась и жестом поторопила мужчину, чтобы продолжил. Как я говорю, мутное дельце. Взрыв в главном здании. Говорят, даже фундамент прожгло. Дело ночью было, поэтому никто не пострадал. Но драконы так за своих детей так испугались, что всех распустили на время ремонта. А понять, что произошло, невозможно. Возможно, ректор пропал. Часть систем безопасности без него не снять. А кто там был ректором? Иоганн Эль Веридин. Изумрудны? Переспросил он, напрягшись. Надо же. Глубоко я ушла в поиски, раз пропустила новость о том, что Иоганн получил такую высокую должность. Удивительно, учитывая отношения к нему всего рода. Про таких, как он, говорят, паршивая овца. Говорили бы, если бы в роду эту должность не заняла другая овечка. — Изумрудный дракон, — подтвердил Пулорг. Исчез с концами. Вериди молчат, но вроде как сами разыскивают пропавшего родственника. — Еще бы они не искали. — Думаешь, с них требовать будут? — Иоганн из побочной ветви. Вряд ли. — Но ты же ученая. Тебе виднее. — Усмехнулся Орг и пригубил из бутылки. — Похоже, раз я отказалась от алкоголя, он решил пить без стакана. А в академии мало ли какие могут быть тайны, из-за которых он сбежал. — Тебе оно надо, — мелькать перед носом дознаватели. — Дознаватели давно все осмотрели. В том-то и дело. Сейчас лучший момент, чтобы попасть в академию. Но надо официально, временно и незаметно. — Говорю же, там все под следствием. А ты руку в святая святых академии решила запустить. — Взъярился Полуорг. — Ежели ты подохнешь, то кто мне артефакты носить будет? Показалось, что бедняга пустит скупую орочью слезу. Но обошлось. Вместо плача мужчина издал другой неприятный звук. Громко рыгнув, Полуорг отпил еще угрога и убрал бутылку обратно в ящик. — И отлично. А то, как напьется, становится совершенно неуправляемым и чересчур любвеобильным. И в такие моменты мне приходится объяснять, что наши расы не воссоединяются по многим причинам, но в основном по эстетическим. — Слушай, Ритчи, плевать мне, что там власти решают и дознаватели ищут. Испепелив во вспышке пламени остатки яблока, я приблизилась, опершись руками на столешницу. — Мне просто надо заглянуть в их библиотеку. Я и красть ничего не собираюсь. Просто скопирую, если там есть что-то интересное. — Уверена, в библиотеке крупнейшей академии много всего необычного и редкого. А скрижаль, которую я скопировала, требует перевода. Как оказалось, я не столь сильна в письменности Родичи. — Если только проникнуть, — урк задумчиво постучал пальцами по своим большим губам. — И что, — спрашивается, ломает комедию. — Я же по первому его взгляду поняла, что он знает, как мне помочь. Цену набивает. Так кинжал уже у него в руках. Может, и вправду надеялся, что сможет меня отговорить. — Секретарь ректора слегка с нервной болезнью. А помощника отстранили на время следствия. Сейчас там всем заправляют казначей. На него же возложили ремонт здания. А казначей у нас — гном. — Жадный гном, — предположила я и сразу попала в точку. Он нанял самую дешевую строительную бригаду. Но их прораб недавно попал в тюрьму за драку. — Так, теперь я не понимаю. — Бригаде нужен прораб. А тебе надо в академию. Плорк в возмущении раскинул руки в стороны, смахнув со стола персик. На этот раз я настолько удивилась предположениям, возникшим в голове, что не успела поймать фрукт. И он с тупым звуком упал мне на ногу. — Я? Прораб? Ты шутишь? — Так ты же ученая. Крышу от фундамента отличить не сможешь. Видимо, выражение моего лица было непередаваемым, потому что Ричард сжалился и пояснил. — Крыша наверху, фундамент внизу. Два дня спустя... — А эта закорючка у нас похожа... У нас похожа на... Ни на что она не похожа. Обиженно надув губы, я отодвинула от себя текст скрижали, нанесенный на зачарованный лист пергамента. Вжих недовольно зашевелился на моих коленях и поднял к моему лицу озадаченный взгляд зеленых глаз. Я погладила его, привычно скользя пальцами по твердым чешуйкам. — Ничего не выходит вжих. Что мне делать? — пожаловалась. Малыш прищурился почти по-человечески, пожал плечами и вновь опустил морду мне на колено. Виверны — дальние родственники драконов, но, в отличие от последних, не имели второй ипостаси и уступали в интеллект. Отличие же по строению тела состояло в том, что передние конечности были соединены с крыльями и имели лишь цепкие когти. Виверны населяли весь драконий материк Астрия. Встречались как водные виды, так и наземные. Некоторые предпочитали жить в подземельях и в размерах весьма отличались. Например, мой родниковый виверн был редким миниатюрным зверем, однако способным подчинять водные потоки колоссальной мощи и обращаться водяной струей. Но для того, чтобы полежать на моих коленях, он всегда покидал специально созданный для него зеленый уголок с прудом. «Ну да, мне уже предложили решение», — проворчала. Ричард весьма вдохновенно рассказал о строительной бригаде, потом вручил мне бутылку своего фирменного Грога и отправил отдыхать. «Муж думал, что я решу напиться с горя». Бутылку я взяла, хоть и не пила, ведь жизнь научила, что ненужная вещь становится необходимой в самый неожиданный момент. Словно чувствуя мои мысли, кристалл связи на столе ужил. Он засветился белым светом и начал издавать монотонные звуки. «Слушаю», — уныло пробормотала я, активируя артефакт касанием пальца. «Собирайся, Мишелька», — азартно затороторил Ричи. «Я обо всем договорился. Тебя жду для подписания документов в строительной компании. Починим все недорого. Записывай адрес». «Диктуй», — бросив раздосадованный взгляд на бумажную копию скрижали, я рассеянно начеркала в блокноте адрес и прекратила вызов. «Радуйся, Вжих! Мы теперь строители», — огорошила своего миниатюрного виверна. Малыш отреагировал на заявление насмешливым взглядом и слетел с моих колен на кожистых крыльях. Я поднялась со стула и отправилась в соседнее помещение, чтобы переодеться. «Мой дом, мое убежище, моя прелесть». На стеллажах из темного дерева расположились книги по магии со всех уголков Астрии. Но, конечно же, мчужины моей коллекции хранились в сейфе под надежной защитой. Здесь же за тонкими стенами находилась моя уютная спаленка с иллюзорным потолком, способным воссоздать любые мысли-образы. Небольшая душевая и кухонька, оснащенная всеми необходимыми кулинарными артефактами. Быстро сменив домашнее платье на строгий брючный костюм и плащ, я собрала волосы в пучок и направилась на выход. Лестница располагалась за основными стеллажами и выводила в номер гостиницы. Выбравшись из переносного пространственного кармана, расположенного в небольшом сером саквояже, я громко свистнула, напоминая одному лежебоке, что пора в путь. Вжих продемонстрировал несколько опасных виражей вокруг лестницы и вцепился в мою вытянутую руку когтями. Подхватив саквояж, я перекинула ремень через голову и направилась на выход. Удобная вещь эти пространственные карманы, только весьма сложная. На создание моей квартирки ушел почти год, а учитывая, что пространственная магия считается утерянной и изучается заново, то помощников в этом нелегком деле не нашлось. Пришлось полагаться на найденный полуистлевший манускрипт и свою светлую головушку. Правда, найденная скрижаль может все упростить. Строительная ферма находилась на окраине города, в довольно злачном районе. Поджарив задницу одного нахала, решившего, что ему больше подойдет мой саквояж, я достигла трехэтажного здания из красного кирпича, где помимо искомого находилось еще несколько офисов фирм. Пробежавшись меланхоличным взглядом по объявлению о бесплатной укладке после стрижки, я коснулась белокурого пучка на голове и сделала себе мысленную зарубку. Устроить набег на салон красоты перед явно нервным делом с проникновением в библиотеку Академии. Дверь офиса «Починим все дешево» распахнулась раньше, чем я ее достигла. Про себя я подумала, что строители вполне добротные, потому как петли выдержали натиск туши, вылетевшего в коридор гнома, который и открыл своим телом дверь. Из помещения послышался громкий и разномастный хохот, в котором слились похрюкивания орка, гогот людей, чириканье домового духа и звонкий перелив смеха дриады. Гном тем временем поднялся на ноги, щербатом не улыбнулся. «Простите, госпожа, спор, никакой драки. Могу вам помочь?» Он сдернул с лысой головы колпак и чуть поклонился, кажется, извиняюсь, и скосил взгляд на взъярившегося вжиха. «О да, он хоть и кроха, но опасный зверь, именно поэтому я путешествую без охраны. Спасибо моей дорогой подруге Дарье, что помогла подружиться с этим красавцем. Я как раз к вам. Можно?» Постаралась улыбнуться в ответ, чудом удержав себя от желания поправить волосы при взгляде на гладкую до зеркального отражения за лысину. «Конечно, конечно, госпожа», — обрадовался гном и чуть покачнулся. «Если у вас проблемы с канализацией, я мигом». Он махнул рукой, и я не поняла, он починит или усугубит эти самые проблемы. «Спасибо. Проблем нет. Я ваш новый прораб». Поглядывая на некрасиво разинувшего рот гнома, я погладила голову вжиха и вошла в помещение. «О, святой Антракс! Надеюсь, это не моя бригада строителей». При моем появлении смех резко стих, и шесть пар глаз скрестились взглядами с моими в немом вопросе. Я спрашивала у себя, какого демона повелась на авантюру Ритчи? Рабочие явно гадали про себя, что сломалось у богатой госпожи, и как это доломать, чтобы починить дороже. На самом деле кое-что действительно треснуло. Сломалась моя надежда на легкое дело. «Мужики и Мирель», — гном вбежал за мной следом. «У нас снова есть прораб. Академия наша», — возвестил он. «И мне поплохело. Подумалось, что я повезу не строителей, а банду захватчиков». Мужики и Мирель весело загалдели. Кажется, моя личность и явное несоответствие должностей их не волновали. Может, потому что и сами выглядели колоритно. Бригада радовала расовым разнообразием. «Знакомьтесь, начальник!» Гном пробежал вперед меня, решив выступить гидом. «Соберись, Мишель, ты не в такие передряги встревала!» Мысленно подбодрила я себя и широко-широко улыбнулась. «Это наш дизайнер!» «Гармаш!» Я правильно признала смех. На небольшой табуретке, что еле выдерживала его вес, сидел мускулистый орк вороватой внешности. С десяток татуировок темнело на смуглой коже. Выпирающие двойные клыки украшали серебряные кольца. Такие же были вдеты в его нос и брови. «Интересные стилистические решения!» «Неспроста вы, эм... дизайнер!» Похвалила я, на что орк грозно хрюкнул. «Маляры!» Следом гном указал на двух людей в поношенной и неряшливой одежде, похожих друг на друга, как две капли воды. «Меня Гектор зовут!» Заявил один, растянув на веснущитом лице широкую улыбку. Он растрепал свои светлые волосы и подтолкнул брата в плечо. «А я, Робин!» «Мы еще и с укладкой кирпича знакомы!» Заявил второй. «Их можно отличить по родинке!» Шепнул мне гном. «А где родинка?» Так же шепотом спросила я. «Эм...» Гном смутился. «Сзади!» Хохотнула Дриада. «Но проще их не отличать!» Девушка выглядела крупнее своих родственников. Сероватая кожа и зеленые волосы, лицо грубоватое, но приятное. Из одежды на ней было только светлое платье и шлюпанцы на ногах. «Ты Мирель!» Догадалась я. «И мастер по дереву, само собой!» Кивнула она. «А наш говорун Альфрид. Он по сантехнике и канализации». «Ух! Я же не представился!» Гном вновь стащил с головы колпак, демонстрируя идеально отполированную черепушку. «Ну, а я мастер на все руки!» Подорвался с места полуэльф, судя по немного острой форме ушей. Молодой человек выглядел весьма опрятным, но, как и многие представители этой расы, хилым и нежным. Остальные рабочие хоть походили на рабочих, а у него хотелось спросить совета по выбору новой прически. «Айкос!» Он склонился в поклонии и попытался взять меня за руку, чтобы ее поцеловать. Но был отправлен прицельной атакой струей воды обратно на диван, на котором сидел между Дриадой и братьями-малярами. Бригада разразилась веселым хохотом, наблюдая, как полуэльф со скорбным видом оценивает подмоченную рубашку и репутацию. А гном вновь приблизился, чтобы шепнуть «Племянник прошлого прораба! Уволить нельзя, только терпеть!» Я понятливо кивнула, вновь мысленно спросив у святого Антракса, «За что мне все это?» и перевела взгляд на последнего рабочего. Этот оказался домовым духом. Невысокий мужичок с черной бородой и добродушным взглядом. «Я и правда мастер на все руки, прорабушка!» Без лишней скромности заявил он. «Звать меня Бруни!» «Помощь понадобится?» «Ко мне ходи!» «Под соблю подскажу!» Как ни странно, все закивали головами. «Кажется, в этой бригаде есть толковые ребята!» «Что у вас там опять происходит?» Узенькая дверь, ведущая в соседний кабинет, открылась, и из-за нее выглянула женщина средних лет в огромных, на все лицо, очках. «Новый прораб!» сообщил Альфрид и спрятался за мою спину. «Прораб?» Женщина просканировала меня с ног до головы грозным взглядом. «Выдумали очередной розыгрыш?» «Крыша наверху, фундамент внизу!» Гордо заявила я. Понаблюдала, как бригада дружно давится смехом, после чего добавила. «Теплота, подведенная к системе», указала на себя, «расходуется на изменения внутренней магии системы и совершение работы». «Второй закон магического взаимодействия систем» изрекли Гектор с Робином одновременно. «Чем весьма меня удивили?» «Пойдемте, госпожа прораб, подпишем документы». Фыркнула женщина и уже шепотом спросила, когда я к ней подошла. «Умная же баба, чего здесь-то забыла? Потому что еще и дура!» изрекла я, криво улыбнувшись. «Где ваши бумаги?»